Всем привет, дамы и господа, добрейший вечерчик, с вами Криптофтив. Сегодня мы опять-таки в кровавый понедельник, уже во второй раз рассмотрим рынок криптовалют. Но на самом деле рассматривать будем недолго, потому что говорить по сути, по факту нечего. Рынок еще продолжает немного лить и, соответственно, сейчас рассматривать какие-то сделки, когда ножи летят прямо вниз и их нужно ловить, но не есть целесообразным, а кроме отдельных криптовалют, о которых я уже говорил ранее в видеороликах. Что касается, в принципе, того, что здесь происходит, то, что альты просто втоптаны очень хорошо, в особенности те, кто очень хорошо рос, и вот биткоин, голд вообще там минус 14%, я не знаю, кто им торговал, мусорный коин, который, возможно, будет через год-два уже из рынка, ну, просто в топ-200, возможно, будет входить в капитализации. То есть, честно говоря, с биткоин-голдом не заладилось. Почему? Потому что изначально форк биткоина, биткоин-приват, биткоин-голд, биткоин-даймонд, это все мусорные форки, которые ничего серьезного не несут. Возможно, я не прав, но я считаю, что те, кто заходили в биткоин-голд, там хотя бы покупали по 30 долларов, ну, такое. То есть, я считаю, что не стоит было этого делать, и сейчас сидеть там, смотреть на просадку неисцелесообразно. Что нужно отметить? То, что по эфириуму у нас выросли объемы. У нас выросли объемы по всему рынку криптовалюты. Что это означает? Это может означать, что может быть отскок. Как раз с утра сегодня я говорил, что по бирже Binance, если мы будем рассматривать, ну, вернее, по BitFenix, да, у эфириума очень хорошая зона отскок, виднеется, это 120 долларов. То есть, 120 долларов отскок эфириума может быть, и этот отскок будет вполне нормальным, здесь не будет чего-то невероятного. То есть, на самом деле, если мы будем рассматривать лонг-позицию, то эфириум и начинать лонговать с 120 долларов, чтобы ловить отскоки, там, возможно, 3%, 4%, 5%. То есть, это возможно. И нужно, опять-таки, посвятить дело тому, чтобы вы смотрели на эфириум и смотрели, а проколит ли он отметку 120 долларов. Если прокалывает, идет ниже, то я бы там уже не откупал это все дело, не вставал лонг. А так мы будем смотреть за эфириумом и будем смотреть за всем рынком криптовалют. По поводу, значит, того, что здесь еще интересного. Ну, в основном, это то, что выросли объемы. Когда объемы растут, ну, на самом деле, тоже позитивно. То есть, это говорит о том, что сегодня у нас день, когда CoinMarketCap показывает все полностью красным цветом, потом у нас через день или завтра уже будет все более-менее здесь в зеленке. Я считаю, что это не совсем, как бы, коррекция. Это все же походит на слив. Вот здесь качели, выбив стопов. Здесь еще можем, в принципе, пройтись на 3900, но это не точно. То есть, здесь, как я смотрю и рассматриваю ситуацию, то есть, во-первых, у нас есть вот этот high, который был здесь. Это почти 4300 долларов. И тут, определенно, этот high выше, чем этот. То есть, последний, который был здесь. И вот это, ну, не дает, конечно, не отпускает тот факт, что как так сейчас будет слив, вот этот high как бы не обновится. То есть, очень интересно. Это, во-первых. Во-вторых, это вот факторы, которые больше походят на long, но я бы к ним не прислушивался. Почему? Потому что сейчас заходить в long и ждать, пока будет у нас перехай, да, он не будет завтра, он не будет послезавтра. Он, возможно, не будет в этом месяце. Он, возможно, будет вообще через 3 месяца. Поэтому не стоит тут уповать на быструю прибыль. Я считаю, что нужно работать вот именно с тем, когда рынок устаканится. А сейчас, если рассматривать кнопку buy или sell, я выбираю кнопку waiting. Я выбираю, чтобы ждать, ожидать, когда это все устаканится и что-то откупать, покупать. Тут же Ethereum. Нету никакого желания. Что касается лонговых шартовых позиций, на уровне все то же самое. Здесь ничего интересного не происходит. Когда произойдет, тогда когда-либо крупный игрок уже зайдет в одни из позиций, либо когда уже Bitcoin определенно будет давать сигналы о том, что он льется. И справедливо будет считать, когда он прольется на 3600, 3400. Такая зона, которая, ну, в принципе, где Bitcoin упадет, вот там нужно будет определенно лонговать. Сейчас лонговать определенно по каким-то другим монетам. Это очень опасно. То есть, по тому же Ethereum, я бы здесь вообще не рассматривал пока что лонг, упадет Ethereum на 120, будет там трогать, прокалывать. Это все дело тоже будем смотреть. Поэтому по рынку я все сказал. Объемы у нас есть, но опять-таки эти объемы могут быть накручены ботами. То есть, сейчас, чтобы думать, что кто-то скупает криптовалюту, не есть как бы таким целесообразным. Я все-таки считаю, что, возможно, и скупает, но с точки зрения того, чтобы прокатиться чуть-чуть наверх, потому что, имея хорошие там деньги, миллион долларов, там Ethereum, который дает уже 5%, это уже очень хорошие проценты, очень хорошие деньги. Ну, как бы я считаю, что вот, думая как кит, то есть, я считаю, что крупный игрок вот этим и пользуется, на самом деле. А так, в принципе, рынок еще просаживается и очень хорошо все это дело походит больше на слив. Что касается, значит, других новостей, то, что Джек Дорси заявил, что биткоин, это будет массовое ускорение в течение 10 лет. И здесь основа идет на том, что, чего в конкретном итоге хочет интернет, он хочет иметь местную валюту, то есть, чтобы она была в интернете. Это валюта, которая фактически является глобальной. И это он говорит о биткоине. Но я тоже придерживаюсь такого плана, что криптовалюта интернета это не Facebook coin, это не GPM coin, это не XRP, это именно биткоин. Криптовалюта интернета это именно биткоин. Поэтому, если мы ведем речь о том, чтобы купить биткоин и чтобы рассматривать это как, конечно, такую будущую технологию, тем более, там уже у нас есть, ну, там, Lightning Network, все это дело развивается, только развивается, не стагнирует, то я считаю, что биткоин будет и быстрым по транзакциям, в итоге будет как способ оплаты, и вообще-то будет валюта интернета такая официальная. Потому что, если бы хотели задушить биткоин, это бы сделали сразу, когда он появился. А так его не задушили, поэтому я считаю, что это некая, конечно, валюта интернета. Ну, а вообще, это цифровой золотой стандарт. Что касается, значит, Бакт и Starbucks, очень интересная новость, и то, что Starbucks начнет принимать биткоин через платформу Бакт, и предполагается, что изначально возможность расплачивать с биткоинами будет доступна только клиентам в США, при этом цифровые активы в отчетностях Starbucks фигурировать не будут. То есть, по информации издания, Бакт согласилась передать Starbucks непропорционально большую долю в своем предприятии, хоть сеть кофеин, и не инвестировал в развитие площадки. Как отмечается, сотрудничество строится на взаимовыгодных условиях, конкретные цифры, впрочем, названы не были. Нужно отметить, что в феврале о намерении инвестировать в развитие Бакт 25 миллионов долларов объявила International Exchange, то есть, родительская компания Нью-Йоркская фондовая биржа. Это уже что-то значит. На самом деле, это просто корм для хомячков. Те, кто трейдит, сейчас, те понимают, что сейчас в связи с реальными на рынке никакие бакты, ничего это не дает никакого профита, результат. То есть, это просто новость. И сейчас на графике мы видим, что у нас биткоин пока что откорректировался в район 3800. и если завтра опять-таки дальше у нас не будет проторговка по дневке, закрытие дневки должно быть на 3800. Тогда можно смотреть, чтобы опять-таки рассматривать биткоин, позиции лонг. Но я считаю, что именно трейдеры все имеют и дают отчетность график. То есть, по графику все тут можно читать. Бакт это все-таки конечно более для хомячков такая новость, что когда-то вот там старбакс будет принимать кофе и так далее и тому подобное. Безусловно, позитивная новость, но она никак не влияет на график. Биткоин совершенно никак не реагирует. Что касается доткомов, то есть, здесь говорится, что биткоин может вырасти на 30 тысяч процентов и здесь говорится, что 600 тысяч долларов за биткоин вполне возможно. Ну, то есть, это сравнивать с доткомами. Напомню вам, что у доткомов там была капитализация свыше триллионов долларов. У биткоина единственного не было такой капитализации была приблизительно капитализация всего рынка. Почти 1 триллион, на самом деле не почти, 850 миллиардов долларов. То есть, одного триллиона всего рынка капитализации не было. А если в отдельности берем биткоин, то капитализация биткоина была всего лишь 327 миллиардов долларов. То есть это не триллион и, соответственно, здесь вот так вот и сравнивать с дуткомами. Поэтому биткоин как пузырь, он не лопнул, он просто сдулся, чтобы потом еще больше надуться. То есть я считаю, что надуваться он будет и он будет надуваться еще больше и делать перехай. Также тут сравнивается, как это будет происходить, что опять-таки триллионы долларов должны зайти на биткоин. Также сравнивается все это с NASDAQ, сравнивается это все также с Амазоном, который тоже Амазон потерял очень хороший процент стоимости от акций ранее. Ну, если честно говорить, на самом деле это все и так очевидно и понятно, что биткоин не остановится на цене там 3000 долларов, 4000 долларов. Он обновит дно, нужен определенно здесь флет, нужно замирание биткоина. И только тогда, когда всех вытрясут, тогда будут делать To The Moon. To The Moon будет уже с перехаем и To The Moon будет тогда, когда уже никто не будет верить особо в биткоин. То есть биткоин настолько должны убить, чтобы в него уже никто не верил. И тогда, когда будет такая атмосфера все-таки царить здесь, я считаю, что тогда вот только будет To The Moon. Покуда сейчас атмосфера какой-то трендовости, какой-то вот такого мейнстрима, что сейчас если ты инвестируешь в биткоин по 3800, ты станешь быстро миллионером. Такого вот при такой атмосфере сейчас не. Сейчас биткоин расти особо не будет. То есть супер какой-то рост там на даже 8000 долларов, он маловероятен, я считаю. Поэтому здесь нужна очень хорошая такая атмосфера смерти, что все умерло, а ее нету и нету. Но, возможно, атмосфера для людей, которые инвестировали в биткоин по 19000 долларов, напишите, возможно, такие есть в комментариях. Но, честно говоря, я не знаю, как это, да. То есть будем смотреть на самом деле, но для таких людей, да, атмосфера уже царит, что биткоин умирает. Что касается, значит, больших переводов, крупных переводов, 16 миллионов долларов, и это 4 крупнейших перевода биткоинов было за последние 24 часа осуществлено. Здесь у нас кидались биткоины с неизвестного кошелька на Coinbase, 721 биткоин, дальше 1870 биткоинов с Poloniex на неизвестный кошелек было переведено. Потом 869 биткоинов с Bitstamp на неизвестный кошелек. И дальше 869 также биткоинов с Bitstamp на неизвестный кошелек тоже, опять-таки, было повторно транзакции переведено. Если мы посмотрим по транзакциям, опять-таки, было переведено 29 минут назад 1870 биткоинов. Это 7 миллионов долларов с неизвестного кошелька на Bitfenix. И также был переведен Ethereum, 12 тысяч с половиной эфириумов было переведено на HitBTC. То есть, возможно, готовится к сливу, но мы видим, что также биткоин не только переводится на биржу, но также переводится на неизвестные кошельки. Биткоин ходит и также ходит USDT с неизвестного кошелька на неизвестный. Тоже очень интересно. А вот что касается, кстати, USDT, то что тизер выпустит Stablecoin USDT на блокчейне Tron. Токены USDT стандарта TRC20 будет совместим со всеми протоколами и децентрализованными приложениями на базе Tron. Как предполагается, позволит повысить ликвидность децентрализованная биржа DEX, а также сделать Tron более доступным для институциональных инвесторов. Запуск TRC20 USDT должен состояться во втором квартале этого года. Поэтому приготовьтесь, кто там держит котлету в тизере, потому что тизер вообще непонятно, чем он там обеспечен. То есть там нету определенно бумажек и вообще ничего нету, чтобы подтверждало, что каждая монета тизера обеспечена долларом. Все это ширма, все это криптовальный рынок, с которым, конечно, играться не нужно. То есть в тизере никогда котлету не храните, в особенности на бирже. Потому что тизер и биржа это две основных такие причины, почему вы сможете разориться. То есть тизер из-за того, что он может скомануть, а биржа из-за того, что она может скомануть. То есть вот две такие атаки, которые нужно будет пережить. То есть одно, что-то случается, все, нету ваших денег. То есть только торговать, только торговать, приумножать фиат. А там уже, когда фиат приумножите, будете покупать биткоин по низкой цене. Потому что мы в випке не приумножаем биткоин или другие альты. А этого нету и не имеет смысла делать. Почему? Потому что фиат, который приумножится, он может кинуться на биткоин, который будет стоить 2400 или 3000 долларов. То есть это не 3700, а на порядок ниже. Поэтому такие дела. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока и до новых встреч.